ПЕСНЯ 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 Ваше Святейшество, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие участники торжествия Накта, Ваше Святейшество, молитвы Своей Небесной, и позвольте открыть этот торжествий Накт, посвященный светлой памяти великого иерарха нашей Церкви, архипастыря нашего города, владыки Никодима. Вчера в этом зале мы провели хорошую конференцию, где еще раз мы вспомнили всю жизнь владыки Никодима, а сегодня на этом акте мы посмотрим уже фильм, посвященный Никодиму, где многие участники, свидетели о жизни поделятся своим впечатлением об этом великом человеке. Ваше Святейшество, позвольте взять Вам слово и сказать нам несколько слов о владыке Никодиме. Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие участники этого торжественного собрания, но я уже много говорил о владыке Никодиме, и боюсь, что если еще раз буду какую-то долгую речь произносить, то могу повторяться. Поэтому я хотел бы просто обратить Ваше внимание на, может быть, одну сторону личности владыки, которая входила в такой разительный контраст с тем, что в сознании массовом связывалось с личностью архиерея. Поскольку я вырос в церковной среде, то, естественно, что присутствовал на архиерейских богослужениях, в храмах, где служил мой отец, и был воспитан так, в отличие от современной молодежи и современных детей, что, подходя под богословение к архиерею, всегда клал земной поклон. Вот так мы были воспитаны. И всегда очень боялся этого момента, и поэтому отчитывал даже минуты от того момента, когда вот надо на запричастном стихе, обойдя престол, будь то в храме Смоленской иконы Божьей Матери или в Преображенском соборе, подойти к архиерею, совершавшему службу. Некий всегда был трепет, страх, и вот так стоял в очереди. Обычно всегда выстраивалась очередь из мирян к тому архиерею, который совершал богослужение. Уж я не говорю о митрополите Григория, говорю просто, да, о векарных каких-то архиереях. Вот, подходя, падал вниз, но всегда встречал улыбку, доброе расположение архиерея, который пытался даже меня поднять, но не понимал тогда, в чем суть этой реакции, потому что считал свои действия абсолютно правомерными. Вот с таким, собственно говоря, настроением, с таким отношением к архиерейскому сану я и встретился с ладыкой Никодимом. Цель моей встречи была в том, чтобы по рекомендации моего старшего брата, отца Николая, который в то время уже обучался в Духовной Академии, чтобы спросить благословения владыки на свой дальнейший путь. Я уже, наверное, где-то когда-то говорил о том, что у меня была мысль о том, что вначале поступить в светское учебное заведение, получить высшее образование. Меня всегда очень в школе привлекали точные науки, в частности физика, и как-то мне хотелось вначале вот прикоснуться к этой сфере человеческого знания, а потом уже непременно пойти в семинарию и стать священником. И вот с этими раздумьями я и приехал к владыке Никодиму. Он встречал меня в том месте, где сейчас в здании нашей Духовной Семинарии Академии находится крестовый храм. Но крестового храма тогда не было, а была просто прихожая. Вот если, войдя в крестовый храм, повернуть налево, то будет маленький коридорчик, а потом совсем маленькая комнатка. Она как-то сейчас используется для технических каких-то средств. А в то время там располагался кабинет митрополита Ленинградского и Новгородского. И вот встретившись с владыкой, был поражен его простотой. Мне все казалось, что я не знаю, как я буду разговаривать с митрополитом, только привык на колени вставать перед владыками, а тут какая-то беседа. Но с первых же фраз я понял, что разговаривать очень просто с этим человеком. Он умел как-то отодвинуть свою должность, свое высокое положение в разговорах с людьми, которые, конечно, находились на совсем другой ступени, даже с точки зрения какого-то общественного регламента, тем более молодой человек, только что вступающий в самостоятельную жизнь. Вот это он все куда-то в сторону отодвигал, он разговаривал абсолютно на равных. В этом разговоре не было никакого понебратства, но сами интонации были такие, что они просто вводили вас в откровенный, сердечный, спокойный, человеческий разговор. Конечно, это Божий дар, с одной стороны, но это не дар, который вот талантливый человек, имеющий дар, совершенствует при помощи какой-то техники. Никакой техники не было. Владыка был просто самим собой в разговоре с простыми людьми. И вот этим он, конечно, обезоруживал. В том числе и давал достаточно такое статусное ленинградское духовенство. Среди этого духовенства были почтенные протеереи, еще до революционного рукоположения. Они составляли такой пресвитерский костяк города на Неве. А вот для того, чтобы понять, что это означает, я несколько слов скажу об атмосфере, которая была в Петербурге в дореволюционные годы. Вот революции, которые здесь происходили, они происходили совершенно не случайно именно в Петербурге, потому что очень был высокий уровень согласия образованного интеллигентного населения с либеральной идеей. Уже пройдя революции, в том числе и события 90-х годов, наше образованное общество, не все, но значительная часть, стало понимать, что такое либерализм. А в то время, на заре 20-го века, либерализмом были очарованы люди, особенно интеллигентные. Либеральная идея вообще предполагала отказ от авторитетов и власти. В каком смысле? В том смысле, что, конечно, какая-то власть должна быть, но без полицейских же не обойтись на улице. Но каждый человек, он обладает таким достоинством и такими правами, что он и есть сам для себя власть. Вот, собственно говоря, поставление самого себя в центр жизни – это и есть и либеральная идея. А если я в центре, так что выше меня? В каком-то смысле это, конечно, греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя – это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог. Либеральная идея Бога убирает из жизни человека, а поставляет в центр именно саму человеческую личность. Так вот, в Петербурге духовенство было заражено этим либеральной идеей. И не только в Петербурге, в Москве тоже, но в Петербурге, может быть, особенно. Почему и обновленчество возникло в Петербурге, а не в Москве. И все это очень, то, что называется, созревало в начале века XX. А революции подтолкнули к такому развитию церковного сообщества. Мы знаем, что из всего этого получилось. Но в то время, в начале XX века, носители всех этих либеральных и, откровенно, можно сказать, революционных идей, они чувствовали себя очень комфортно, и в том числе и в церкви. Вообще, если говорить социологически, то большинство революционеров, оно ведь вышло из так называемого среднего класса. Вообще, появление среднего класса в России, оно связано с XIX веком. Из школьных учебников мы знаем такое понятие, как разночинцы. Вот это и есть средний класс, который приблизился, вообще-то, по уровню образования, к аристократии, а экономических возможностей не имел, а амбиции имел очень сильные. Вот в этой среде и стали развиваться революционные настроения. И ядром революционных настроений, как вам не покажется удивительным, стали выпускники духовных учебных заведений. Ну, Добролюбов и все прочее, сейчас перечислять не буду. К этому есть объяснение. И объяснения заключаются в том, что духовенство не может быть сословным. Духовенство не может быть оторвано от общества и не может быть ограничено вот этими сословными факторами. Поэтому, если вот так развивается духовная жизнь в обществе, то само по себе духовенство становится частью некоего гетто. А вот так и произошло в XIX веке. И вот именно в этой среде стали развиваться революционные настроения, которые привели, к сожалению, к тем событиям, которые обрушили национальную жизнь посредством трех революций. И в каждой из революций семинаристы принимали самое активное участие. Вот есть о чем подумать. Значит, сама принадлежность к церкви не является панацеей от зол и бед, в том числе и социальных, и не является гарантией верности. Можно учиться в семинарии и в какой-то момент предать и Бога, и церковь, и совершать дела, которые могут принести огромный вред отечеству. Вот почему я обо всем этом говорю. Да потому что вот эта либеральная идея, она присутствовала в ленинградском духовенстве. Конечно, это уже были рудименты этой идеи. Конечно, наше ленинградское духовенство прошло частично, не полностью, но частично через ссылки и лагеря, но в основном через обновленчество. Здесь же был рассвет обновленчества. Поэтому и старое духовенство, в значительной степени раскаившееся по указу правительства в послевоенные годы, в своих обновленческих заблуждениях, но, видимо, сохранявшее симпатии к обновленчеству, присутствовало вот в этом социуме нашем церковном ленинградском. Владыка Никодим, будучи совершенно молодым человеком, ему было действительно 34 года, как сегодня об этом сказали, он приехал в Петербург, и, конечно, в каком-то смысле он был человеком очень странным для церковного Петербурга. Но, во-первых, добропорядочное духовенство, видела в нем просто засланного агента, что ну как же можно так 34 года и стать митрополитом ленинградским, но только с помощью властей. А кого же власти будут толкать? Да только своего. И поэтому было у значительной части восприятие владыки как человека стороннего, а значит опасного. Ну вот, а другие опасались вот этого усиления либерального такого направления церковной жизни, что вот придет сейчас такой митрополит, и он тут все начнет ломать. Тем более он в то время уже занимался внешними сношениями, был человеком, известным за границей. А вот на поверку вышло так, что ни одного и ни другого не произошло. Владыка привнес в жизнь либерального церковного Петербурга, не ломая, в общем-то, настроение, духовенство и традиции, привнес очень здоровый традиционализм, который вот в сочетании с этими петербургскими либеральными настроениями он выдал очень правильный образ церковной жизни. С одной стороны, опора на традицию, на традицию во всем, в богослужении, во внешнем виде, в том, как владыка говорил, как он мыслил. И с другой стороны, конечно, как человек очень умный и чувствительный, он понимал настроение церковного Петербурга и был полностью к ним открыт. И вот это сочетание церковного традиционализма, в кавычках нужно взять, конечно, слово либерализм, в данном случае, а просто сказать, может быть, такая большая открытость к светскому миру церковного Петербурга, они привели к тому, что жизнь при владыке Никодима, нашей епархии, была исключительно интенсивной и эффективной. Действительно, так развивалась церковная жизнь, как нигде во всей России. Все ожидали, что вот приедет такой непонятно какой человек, и беда будет для Петербурга. Оказалось, что не беда, а великое благословение. Мне уже сейчас трудно представить себе, каким был бы церковный Петербург даже сегодня, если бы значительную часть жизни своей владыка не посвятил этому городу. Он во многом предопределил церковное развитие не только, конечно, Петербурга, но и всей нашей Церкви. Уже по одному тому, что, ставя во главу угла необходимость рукоположения новых архиереев, он воспитывал этих архиереев в том самом духе, который помог им сформироваться людьми современными, убедительными для тогдашнего общества, открытыми к обществу и одновременно очень церковно-традиционно ориентированными. Его вклад в формирование нового поколения епископата является историческим. Даже сегодня вот как бы остатки этого епископата вы можете наблюдать, в том числе и в лице патриарха. Это действительно было совершенно особое время в нашей Церкви, когда, несмотря на внешние трудные обстоятельства, формировался актив епископата, на которого легли особые трудности, и особая ответственность по преодолению сложностей нашего общественного и церковного разбития конца XX века. Я очень надеюсь, что память о владыке Никодиме будет сохраняться в городе Петербурге и во всей нашей Церкви. Я очень надеюсь, что какие-то люди, которые плохо знают владыку, которые начитали из каких-то неизвестно каких комментариев по поводу его личности, которые не критически воспринимают подвалы в нашем интернете, в котором тоже очень много всего того, что очерняет его личность. Я очень надеюсь, что вот это воспоминание в связи с 90-летием его жизни поможет по-новому взглянуть на эту очень сильную, духовно одаренную личность, которая во многом, как я уже сказал, предопределила церковное развитие конца XX века. И последствия этого развития мы сегодня ощущаем во всем. Так же вот и в духовной жизни города Петербурга. Пусть Господь в наших сердцах хранит вечную, молитвенную, светлую память о душе покойного. Паси Господи. Вот это совсем не относится к владыке Никодиму, а вот эти подарки, которые я хочу сделать для музея, который существует в Петербургской духовной академии, имеют вот такую историю. Ну вы знаете, наверное, что мой дед много лет провел в тюрьмах, вагерях, он боролся за православие, боролся против обновленчества. Его несколько раз арестовывали. Как он сам говорил, я прошел 46 тюрем и 7 ссылок. Действительно, большую часть жизни он прошел в скорбях и в заточениях, потому что был человеком, отстаивающим православие и борцом с обновленчеством. И вот совсем недавно в нашем таком родовом доме, который еще со времен прадедов, это дом в деревне Оброчное или село Оброчное Ичалковского района, нынешняя Мордовия, в свое время это была Арзамасская губерния Российской империи. Вот в этом доме делали ремонт и открыли часть стены. Непонятно, зачем это надо было делать, но вот открыли. И вот там в тайнике нашли вот этот потир серебряный и тресвешник. Причем стена была обезображена штыками. Значит, кто-то проводил обыск очередной в доме, и штыками, значит, пытались определить, нет ли чего за этой стенкой. Но вот штыки не попали ни в чашу, ни в тресвешник. А потом вот мои родственники, производя там ремонт, открыли случайно эту стенку и обнаружили и потир, и тресвешник. Вот это тоже свидетельство о том самом периоде духовной борьбы нашего народа, когда приходилось скрывать людям свою религиозность и спасать святыни. Я бы хотел передать вот и потир, и тресвешник в музей при Санкт-Петербургских духовных школах. И, может быть, там какую-то маленькую экспозицию можно было бы посвятить и деду моему исповеднику, Ирею Василию. Но в качестве экспонатов пусть там будут вот эти предметы. Ваше Святейшество, Милостивый Отец и Архипастырь, Ваше Преосвященство, дорогие владыки, дорогие участники и гости сегодняшнего вечера памяти преснапоминаемого Преосвященного Митрополита Никодима. Добрый и мудрый Архипастырь, выдающийся администратор, дипломат и гимнограф владыка Никодим на каждом поприще церковного послушания проявлял основательность и мудрость. Отстаивал интересы Святой Церкви не только в границах нашего Отечества, но и на том послушании Святой Земле, которое он нес в 50-е годы сначала как член русской духовной миссии с 1957 года, как и глава русской духовной миссии в Иерусалиме. Мне сложно сказать, знал ли преснапоминаемый Владыка хорошо творчество великого русского историка Василия Осиповича Ключевского, но жизнь его, во всяком случае, является ясным подтверждением, что мысль этого историка о том, что история не является учительницей доброй, а является только строгой надзирательницей, которая ничему не учит, но лишь требовательно наказывает за невыученные уроки. И Владыка Никодим, будучи сани архимандрита, трудя Святой Земле, провел основательное исследование материалов архива русской духовной миссии, сопоставил полученные выводы с уже имеющимися публикациями в первую очередь епископа Порфири Успенского архимандрита Антонина Капустина, и плодом его трудов стало курсовое сочинение, посвященное истории русской духовной миссии в Иерусалиме. В 1959 году за данное курсовое сочинение преснапоминаю Владыка был удостоен степени кандидата в богословие. И сегодня в Санкт-Петербургской духовной академии выпала большая честь добавить в свою малую лепту тело увековечивания памяти великого церковного иерарха. Его кандидатская диссертация является актуальной и сейчас это наиболее монументальное, серьезное, объективное исследование очень важного вопроса в истории нашей Святой Церкви. Для нас большая честь осознавать, что 60 лет назад в Санкт-Петербургской духовной академии именно за этот труд преснапоминаемый Владыка был удостоен степени кандидата в богословие. Надеемся, что данное издание будет интересно и полезно самым широким читательским кругам, особенно для тех, кто интересуется историей нашей Церкви, особенно для тех, кто стремится узнать истину и для всех обучающихся. Примите, пожалуйста, Ваше Святейшество скромный подарок от Санкт-Петербургской духовной академии, выполненный субтитры создавал DimaTorzok Санкт-Петербургской 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 Санкт-Петербургской